Социальное и экономическое развитие региона невозможно без инвестиционных вложений. Об этом во вторник говорили на очередном заседании правительства Тверской области. Какие меры предпринимают власти Верхневолжья для роста инвест-привлекательности? Об этом наш первый материал. Ключевое направление развития региона – рост инвестиций и активизация создания индустриальных парков. Их появление напрямую зависит от вложений в экономику Тверской области. Взамен налоговый вычет для предприятий-резидентов и помощь в их обустройстве. В частности, упор делается на компаниях лесной, обрабатывающей туристической сфер, а также компаниях, связанных с ТКО. Мы хотим, чтобы те ресурсы, которые сегодня есть в муниципальных районах, в нашей областной казни, это земельные участки, это территории, это возможность создания коммуникации и формирования коммуникации к этим участкам даст толчок для привлечения новых инвесторов на территорию нашей области. Также мы считаем, что принятие таких законов нам даст возможность встать в одну линейку с передовыми регионами, которые создали позитивные условия для привлечения компаний, инвесторов, создания новых рабочих мест в бюджетной сфере. И если инвестиции напрямую влияют на социально-экономическое состояние региона, то оно, в свою очередь, воздействует на демографию в целом. По мнению Игоря Руденя, важно корректно оценивать влияние денежных вложений в область и принимаемых мер именно на уровень рождаемости. Так, с 1 октября в Тверской области начала реализовываться идея губернатора о подарочных наборах для новорожденных. Должно быть 58 предметов, которые вручаются новорожденному. Но и родители ребенка, и сам ребенок теперь, я думаю, будут испытывать позитивное внимание Тверской области в таких очень позитивных моментах в своей жизни. Для любого региона важна не только рождаемость, но и снижение миграции. А это будет возможно благодаря открытию новых рабочих местных предприятий, которые развиваются не только с помощью поддержки правительства, но и за счет вливания инвестиционных средств. Тверская область занимает удачное расположение между двумя столицами, но именно это расположение выкачивает из области специалистов. По статистике, из нашего региона уезжают чаще всего именно работоспособное население от 17 до 30 лет. Кроме того, большое влияние на демографию оказывает и снижение смертности, зафиксированное в Тверской области. Улучшили показатели, снизили смертность более чем на одну единицу, но этого недостаточно. Мы понимаем, что есть над чем работать. И до конца года мы надеемся, что еще существенно все-таки сможем повлиять на показатели с точки зрения сокращения смертности. В числе ключевых задач – снижение смертности граждан за счет повышения уровня медицинского обслуживания, усиление звена по профилактике и лечению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний в рамках национального проекта здравоохранения.